Успехи в области биотехнологии позволяли людям довести физические и умственные способности до невероятного уровня. Если, конечно, хватало денег. Появился новый вид. Наполовину люди, наполовину машины. Только не всем это понравилось. В Детроте как минимум. Я как раз устроился начальником службы безопасности в Шариф Индастрис. Одной из ведущих фирм в этой области. Дэвид Шариф сам выбрал меня. Сказал, что обязан гарантировать безопасность своих сотрудников. Одной из них была моя бывшая. Маген Рид. Нейротехнолог. Именно она нашла способ сделать аугментацию безопасной и доступной всем. Оставалось только представить результаты исследований Конгрессу. Но в ночь перед выступлением моя служба безопасности удалась. Отряд наемников ворвался в штаб Шариф, перебив всех, кто попался на путь. Трое были аугментированы до состояния танков. Что им было нужно? Ликвидировать Маген и ее команду. Я пытался с ним облететь. Но главный пробил мной стеклянную стену. И последнее, что я слышал, предсмертный крик Маген. Потом мне в голову всадили. Лучше бы я умер вместе с ней. Но случилось иначе. Мою жизнь спасли военные имплантаты высшего качества. У Шарифа было достаточно денег, чтобы снабдить меня лучшим. Я привыкал к ним полгода. Должен был бы дольше. Но на Шариф Индастрис снова напали. В этот раз группа радикальных пуристов, выступающих за чистоту человечества. Агрессивных, вооруженных, фанатично настроенных против аугментации. Они заявили, что состоят во фронте человечества. Некоммерческая организация, требующая от ООН ограничить исследования в области биотехнологий. Боевики захватили завод Шарифа и рабочих, сверхурочно трудившихся над секретной военной системой Тайфу. Шариф послал меня, чтобы ее спасти. Мне удалось это сделать, но рядом я обнаружил одного из так называемых пуристов с полным мозгом имплантатов. Он пытался снять важнейшее из параметров. Очевидно, дело было нечисто. Аугментированный покончил с собой. Я не сумел его допросить. Шариф приказал мне все разузнать, чем я и занялся с помощью Фрэнка Причарда, главы кибербезопасности фильма. Выяснилось, что неизвестный второй хакер дистанционно контролировал действия аугментированного. Мы с Причардом отследили его сигнал до тайного лагеря Фема в Детройте. Там обнаружились и наемники. Те самые, что практически убили меня шесть месяцев назад. Конечно, они попытались это повторить, но в этот раз я оказался крепче. Я вырубил громилу по имени Барретт и даже заставил его дать мне новую нагонку, пентхаус в Китае. Конечно, мы оба понимали, что там меня будет ждать ладошка. Остров Хэншадоу, Китай. В здешнем городе так много людей, что поверх него пришлось построить еще релорт. Найти кого-то в Хэншадоу нелегко. Хорошо, что я был не один. Фарида Малик, опытный пилот шариф Индастерс, раньше жила в Хэншадоу. Приятно иметь такого человека на своей стороне. Она достаточно хорошо знала город, чтобы высадить меня в нижнюю его часть, рядом с пентхаусом, про который мне рассказывал Барретт. Когда я вошел, там уже находились агенты Белл Тауэр Ассошиэйтс. Частной охраной фирмы, нанятой властями Кита. Причина оказалась не той, которую я мог представить. Там раньше жил преступник, хакер Ван Брюген, тот самый, который дистанционно управлял аугментированным на заводе шарифом. Поспешно принятое им тогда решение заставить Ауга покончить с собой оказалось ошибкой. Теперь за Ван Брюгеном охотились его бывшие партнеры-наемники. И мне нужно было опередить их в этих поисках. Чтобы отыскать Ван Брюгена, пришлось как-то договориться с триадами, руководителями преступного мира Хэншадоу. Они спрятали хакера в дешевом капсульном отеле. Когда я его нашел, Ван Брюген без колебаний назвал женщину, которая его наняла. Джао Юнчжу, президент корпорации Тай Юн Медикл. Если верить ему, Джао хотела монополизировать всю отрасль аугментации, ради чего привлекла наемников, чтобы дестабилизировать бизнес конкурентов. Шариф Мдастес в списке стояла первым номером. Нужно было проникнуть в штаб-квартиру Тай Юн Медикл и забрать голограмму с сервера. Я подозревал, что Ван Брюген что-то скрывает, но все равно оказался не готов к тому, что мне пришлось увидеть. Маган не погибла. Ее и четырех ближайших коллег похитили и увезли куда-то. При этом их гибель была тщательным образом инсценирована. Отчаянно пытаясь узнать что-то еще, я встретился с Джао в ее квартире. Она хотела выставить себя пешкой в большой игре и указала на могущественную организацию, которая решает судьбы мира движением пальца. Затем она заперлась в любвище и включила трибуку. Мне пришлось лежать. Я понимал, что Джао Галла, но часть ее рассказа укладывалась в общую картину. Дэвид Шариф беспокоился о своих работниках. Беспокоился так, что всех заставлял имплантировать подкожный чип-локатор. Чипы должны были подавать сигнал в день нападения. Но Джао сказал, что для их отключения хватило всего одного звонка в ПИК, ведущую в мировую сеть новостного вещания через путинскую систему. Чтобы узнать больше, пришлось отправиться в штаб ПИКа в Мангаре. Лиза Кассан. Главная по новостям сети ПИК Коммуникейшнс. Малик подумала, что я преувеличиваю, когда я сказал, что в деле замешана Элиза. Зачем самый известный ведущий сотрудничать с наемниками? Когда я встретился с Кассан в ее офисе, она с готовностью признала, что заглушила спутники над Детройтом в ночь, когда похитили команду Мэгган. Сказала, что только выполняла приказ. Похоже, она собиралась сказать что-то еще, но тут появились наемники, чтобы заткнуть рот и ей, и мне. Элиза воспользовалась тем, что я отвлекся и исчезла. Наемниками командовала аугментированная убийца, с которой мы уже дважды встречались, Елена Федорова. Женщина, которая сделала тишину своим лучшим другом. Она дождалась, пока я отслежу передачу Элизы до тайной серверной под зданием ПИКа. Потом напала на меня со спины. Я сделал так, чтобы больше она никому бесшумно не подкралась. Когда не осталось ни Федорова и никого-то другого, вновь появилась Элиза. Оказалось, что ведущая новостей была даже не человеком, а развитым искусственным разумом, предназначенным для слежения за потоками данных и управления тем, во что верят люди. Элиза рассказала, что наемники привели врача фронта человечества, Исаио Сандавала, чтобы тот удалил чипы похищенных ученых, пока спутники над Детройтом молчали. Также она посоветовала мне поговорить об этом с Давидом Шарифом. Когда мы с Малик вернулись в Детройт, отношения между обычными и аугментированными горожанами достигли точки депута. В нескольких городах начались беспорядки. Все ожидали вмешательства улова. А Шариф пытался заручиться поддержкой Хью Деру, который из ведущего изобретателя, первого в ангарде исследований в области ауглютации, превратился в маценатора, чтобы помешать принятию регулирующего закон. Шариф очень надеялся на Деру. Открытие Меган дало бы возможности миллионам людей раскрыть свои способности выше обычного человеческого предела и одновременно вывело бы Шариф Индастрис на верхние позиции Фьючер 500. Если верить Шарифу, похитители Меган это понимали и не хотели давать людям возможность, которую не могли контролировать. Этих своих врагов он назвал иллюминатами и попросил меня продолжать поиски. Действуя дальше, я высадил Сандавала с помощью самого известного противника аугментации в Америке, Билла Дагрета, работодателя Сандавала и основателя Фронта Человечества. Сандавал признался, что оперировал команду Меган, но при этом сказал, что чипы локатора не удалял, а только переключил их на другую частоту. Причард сумел засечь сигналы Фонта. Мы с Малит немедленно отправились туда. К сожалению, иллюминаты снова были на шаг в переди. Мы попали в засаду, и были сбиты Белл Тауэр Асаширейц сразу после того, как пошли в воздушное пространство Хэншадо. Нас спасли только летные наботы Малюк. После непростого боя я отступил к нижнему. Сигнал привел меня прямо к триадам. Точнее говоря, к механической руке Тонг Сихунга, божака банды жнецов, собирающих аугментированные части тел. Тонг сказал, что забрал руку струпа подброшенного Белл Тауэр под их дверь. Значит, по крайней мере, один из ученых Шарифа был жив. Оставалось надеяться, что остальные живы. Тонг указал мне на порт, который использовался для контрабандных перевозок людей, и помог попасть на корабль Белл Тауэр. Так я добрался до станции на острове Райфл Мэн военной базы в Южно-Китайском море. Там похищенных гражданских заставляли работать над проектом ХИРОН, интерфейсом между человеком и компьютером. Многие в ходе экспериментов гибли. Тут мои поиски Мэган подошли бы к концу, если б не загадочный союзник по имени Квин. Я помог ему добыть компромат на Белл Тауэр, а он провел меня на второй корабль, идущий в Сингапур, указав на биотехнологическую лабораторию иллюминатов под названием «Ранчо Омега». Там обнаружили строе из ученых Шарифа, которых похитители заставили работать на технологии дистанционного отключения аугментации. Благодаря экстренному заявлению Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей уже установили нужные для этого биочипы. С помощью ученых я узнал, что Мэган находится в закрытой части ранчо. Там я столкнулся с Джараном Намиром, тем ходячим танком, что в свое время выстрелил не в кум. Вместе с Джао он надеялся застать мне посплох. Скоро ему засада не увенчалась успехом. «Я нашел Мэган в жилище Хью Дэру, миллиардера-мецената, которого Шариф просил о помощи. Дэру убедил ее работать над схемами биочипа, сказал, что это нужно ради общего блага. Пока она мне это объясняла, Дэру появился в трансляции, охватывающей весь мир, и сказал, что тотальная аугментация означала бы гибель человечества, а затем активировал те самые биочипы, чтобы подкрепить свои доводы. По всему земному шару аугментированные люди начали убивать окружающих. Дэру предал всех, и теперь труднее я мог все исправить. Чтобы сделать это, нужно было добраться до Панхея, огромного сооружения Бартики. В коридорах, выстроенных аугментированными рабочими, я видел смерть и разрушение. К тому времени, когда сигнал Дэру удалось отключить, я уже представлял масштаб нанесенного греха. Но будущее человечества оставалось неясным. Как мир отреагирует на такую диверсию? Смогут ли люди снова доверять аугментированным? Каким окажется следующий ход иллюминатов? Только время даст ответы на эти вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok